Сел я вам о Карлсе Нитакере рассказать, ну просто, что это значит, что он приехал в интервью у Путина брать. Но тут я понял, что я сижу в машине Тесла и на заправке Теслы, и это имя, ну или название, оно прям там в видео, и я знаю, что бы мне не бы начали говорить. Даже если бы я не коснулся еще одного такого интересного персонажа, который, как говорится, лучше бы строил, чем разговаривал, ну или создавал, чем разговаривал он Маск, потому что это все, часть этой всей большой, большой, но очень неприятной цепи. Кто такой Карлсон Таккер? Карлсон Таккер, я, если честно, то не застал, ну или перестал смотреть, допустим, Fox News, ну и другие такие, более-менее такие, республиканские, консервативные телепередачи даже, не телевидение, не целый канал, а вот именно передачи. Тогда, когда я смотрел Fox News, там был Билла Райли, там, ну это вот, кого я больше смотрел, по-моему, Билла Райли, он и был в прайм-тайм, а потом вот у Карлсон Таккера там как-то какими-то путями встал туда в этот, в прайм-тайм. То есть, ну, при мне его, по-моему, не было, а если он и был, то там на задних ролях, может, там где-то в такое время, там есть, там, то есть Утро на Fox News, там они просто сидят, что-то хихикаю, кофе пьют. Ну, что-то я вот не, ну, потом, когда я включал уже Fox News, ну туда, попозже уже во времена там, я не знаю, ближе, ближе к Трампу, там я уже понял, что, ну, совсем там идет чистая такая вот, я тогда как говорил чистая, я тогда говорил как, что Fox News я все еще, да, нам уважаю, там все, да, ну то есть они, они все еще держат там такую определенную марку, которая мне нравилась, понятно, там была своя очень сильная такая подоплека, так же, как и у CNN, у них есть своя подоплека политическая, именно внутри, внутриамериканская политическая подоплека, то есть надо поддерживать, там, ту или другую сторону. Ну, в основном, что они говорили, я был более-менее согласен с ними. И, ну, что, например, да, ну вот это вот, когда кто-то начинает защищать, что, защищать ту идею, что женщины и мужчины не должны, там, не должно быть разницы между женщинами и мужчинами в спорте. Ну, это бред, это просто бред, я не хочу обидеть женщин, которые стремятся, да, для, ну, к равноправию с мужчинами во всех других смыслах, а я имею ввиду того, что женщина должна зарабатывать столько, сколько и мужчина, особенно если это где-то какие-то директорские, там, роля, там, или еще директорские какие-то назначения. То есть чем вот это вот, допустим, какое-нибудь жирное такое, ну, там, на заводе, да, директор какой-нибудь сидит, чем он отличается, что он делает такого, что отделяет его от женщины, ну, физически или там, да, ну, это понятно. То есть есть женщины, которые у меня, абсолютно, там, большинство мужчин, которых я знаю, ну, и опять же, я не видел ни одной женщины, которая, нет, ну, как не видел, видел, видел я женщин, которые в хорошей, отличнейшей физической форме. Ну, это должны быть одна из миллиона такая, чтобы вот как бы выйти на тот уровень, который, ну, с мужчиной, который там, допустим. Ну, то ладно, это все, это все в спорте, я, короче, считаю, что, ну, не может женщина выходить в спорте в тяжелом весе в боксе или в тяжелом весе, там, на пауэрлифтинге, ну, это все понимают. Ну, вот тогда вот была такая защита вот этих вот всех нарративов таких демократических, что нет в спорте. И я тогда, ну, и Fox News, понятно, за это цеплялся, потому что это вот как раз чистая демократическая такая ультралевая вещь, за которую можно вцепиться, с которой не проиграешь. Я с ними тогда был насчет этого, понятно, про социализм, я всегда буду с ними. Ну, вот тогда у них началась вот эта защита Трампа, и защита Трампа у них началась на почве вот Путина там и так далее. То есть демократы выбрали путь, что, ну, они будут говорить о России то, что, ну, то, чем Россия является, а республиканцы должны что-то в противовес. И вот они начинают, ну, то есть Трамп и Байден, да, Байден идет, что, мол, типа, не, с Россией там нельзя вообще ничего разговаривать, хотя до Байдена, до Обамы так делал Маккейн, республиканец, а Обама как раз-то выступал против и говорил, типа, ой, да, это вообще просто страна-бензоколонка, что там на нее внимание обращать. Потом роли поменялись, да, то есть демократы начали говорить, что это, ну, и, скорее всего, они здесь попали более в правду, что это одна из самых больших угроз сейчас в мире. Причем не просто там отдельно какой-то планете, а если учитывать ядерное оружие там и так далее, да. Республиканцы, особенно с Трампом, они выбирали, что, мол, нет, ну, Трамп вообще он любил со всеми диктаторами пообниматься, да, его любимые друзья, если вы спросите, он сам это говорил, что это Орбан, да, ну, с Ким Джон Уном он ездил даже пару раз, ему так понравилось. Ну, и Путин он говорил, что, мол, опять же, когда он так открыто говорил, в Хельсинки они стояли рядом на подиумах, и у него журналист спрашивал, что вам вот только что принесли папку ваши спецслужбы. Спецслужбы ЦРУ принесло папку, в которой абсолютные доказательства, что Россия вмешивалась в выборы. Он говорит, да, я вот спросил у Володи, он сказал, не вмешивались, и я поверил. Ну, это понятно, что это одно, он верит Володе больше, чем он верит американским спецслужбам, да, которые работают на него. Ну, и второе, он понимал, что в 2016 году он бы не победил без России. Вот это вот вмешательство России там и так далее, мы все знаем, все абсолютно знаем, что Россия вмешивалась. Даже если вы вот там сидите, россиянин, это смотрите, вы знаете, что Россия вмешивалась, каким боком, скорее всего, вы, вы, россиянин, вот вы, вы печатали что-то, заходили, если вы там хоть как-то кривой английский знаете, где-то вы там заходили и пытались на английском напечатать, типа там, Трамп наш президент, да, ну или что-нибудь такое, чтобы поддержать, потому что для вас Трамп был намного-намного более приемлемый. Я имею в виду, что вы отбитый россиянин, адекватный россиянин, понимал, что Трамп не мог никак быть хорошим для нормального развития России. Трамп это тот чувак, который хочет быть диктатором, поэтому он будет по-любому поддерживать диктаторство там Путина и вместе с этого как-то там пытаться срубить какие-то себе, я не знаю, какие-то барыши, ну не барыши, а какие-то там, ну как-то, короче, да. Вот и сейчас вот этим он занимается. Это, не хочу я на ТЭС показывать нам название, это он занимается предвыборной кампанией и предвыборная кампания у него какая будет, что зачем нам, Вивек Ромасвами его предвыборную кампанию, вот слово в слово, зачем нам ссориться с Россией, а тем более, когда нам надо вот с Китаем сейчас это все порешать, а Россия наоборот может быть нашим союзником в борьбе с Китаем там и так далее. Вот Трамп примерно эту же дичь будет гнать. Почему? Заслал Такера Карлсона в Рашу, для того, чтобы Такер Карлсон пришел, сделал так называемый софтбол, то есть не бейсбол, бейсбол это такой твердый маленький мячик, который летит очень быстро, а софтбол это то же самое, что и бейсбол, тоже те же правила, только мячик вот такой большой, он мягче. То есть он не так отлетает далеко и не так сильно его можно быстро кинуть. Ну вот софтбол, как говорят, у него интервью будет, то есть там, а почему мы напали на Украину? Ну и Путин скажет, а я не нападал, и начнет перечислять вот эти все пункты, которые мы уже за два года наслушались, да, там, Дамбили Бамбас, Ленин Украина, что там еще, Бандера, что там еще у него может быть? НАТО там, да, ну и так далее, и так далее. Но он потом может спросит, а зачем вы бомбите мирных граждан в Украине? Скажет, а мы не бомбим. Ага, следующий вопрос, ну то есть такие вот будут у него, скорее всего, интервью. И это интервью он уже пропиарил, то есть он уже выпустил там у себя где-то на какой-то гадюшнике там, на твиттере, где он там выступает, я уже не знаю. Выпустил уже, типа, превью какую-то, ну то есть объявлявку сделал, и там же он и выпустит, сказал, что Илон Маск сказал, что он не будет убирать это интервью на твиттере, ну на Эксе, на этом. Так, почему я про Теслу наше говорить? Потому что Илон Маск, он немножко как раз вот в ту сторону идет, куда идет Путин, и куда вот эти все Трампы идут там и так далее. Потому что они считают, что Илона Маска свои там есть претензии, то есть у него претензии такие, что ему нужно, чтобы в мире было как можно меньше вот этого всего происходило, чтобы это все устаканилось, и дальше он будет заниматься своими делами. У Трампа, он хочет, чтобы когда он стал президентом, если он стал президентом, он сейчас начнет, вот сейчас после Такера Карлсона, он начнет прогонять вот эту фишку, что нам надо замириться с Россией, я знаю, как это сделать. Ну как сделать? Сделает то, что хочет сейчас Путин, будет говорить Трамп, то есть он скажет, все, давайте садиться на стол переговоров, линия разрешения, вот как она сейчас идет. Украине будут говорить, мы сделаем это по финскому сценарию, России будут говорить, мы сделаем это по севернокорейскому сценарию. Ну то есть вот эта линия, которая сейчас нулем называется, по ней проведут полоску, да, и скажут, Украина, вы все, вы соглашаетесь, что та часть это будет Россия, то есть как по финскому сценарию Карелия, а вы там НАТО, ЕС там и так далее. Ну а Путину будут говорить, ну а мы, короче, будем с вами, вот Северная Южная Корея, хотите там у себя в стране, объявляйте мир, не объявляйте мир, продолжайте разговаривать о том, что вы еще всю Украину захватите там, ну то есть как Северная Корея сейчас говорит, что они же не орят, что это Северная Корея, они говорят, что все две Кореи, это одна Корея, и война не заканчивалась, только перемирие, и они все еще там ежедневно в пропаганде проталкивают, как они Америку разобьют там и захватят Южную Корею и сделают, объединят корейский народ. Вот, это он скажет Путину, вы можете эту всю идею толкать там и так далее, и так далее, только вот, а потом Трамп типа выйдет и скажет, вот какой я объединитель, Пискипры, ну то есть освободитель, там воинозаканчиватель там и все эти дела, всем будет типа как хорошо, но это его план, это все знают, ну как он говорит, за два дня закончить войну, как он может надавить на Украину, сказать, я вам денег больше вообще не дам, как он может надавить на Европу, чтобы Украине денег не дали, чтобы это все закончилось и за стол переговоров сели, сказал, что я с НАТО буду выходить, хотя там сейчас пытаются это сделать, делать так, они уже сделали, там уже есть закон, что просто президент не сможет вывести страну из НАТО, там нужно, чтобы две трети проголосовали, Сенат, Конгресс, ну все равно, эти базары, когда будут идти, это будет не на пользу НАТО. Поэтому Трамп скажет НАТО, что я буду выходить, если вы будете поддерживать Украину, Украине скажет, я вам ничего вообще не дам, если вы не прекратите, Россия скажет, если вы не прекратите, то я дам им все, ну или как-то так, вот эту полоску по нулю провести, это вот все то, что хочет сейчас Трамп, то же самое, что хочет Путин. Там по-другому будет может быть риторика, но вот это вот оно такое, Путин знает, дальше он не пойдет, внутри России он будет рассказывать, что всю Украину они захватят, ну как Ким Джон Ун будет и говорить в Северной Корее, то есть такое. Поэтому, что делает Такер Калсон? Такер Калсон начинает официально, начинает предвыборную кампанию Трампа, а именно это будет очень сильно связано с Украиной, с Россией и с границей. Почему сейчас губернатор Техаса начинает эту всю возню, там эта граница, она сейчас, кстати, меньше намного там проблем, чем были до этого, но он сейчас начинает возню, потому что выбор у Трампа, надо Трампу говорить, смотрите, какая дичь происходит на южной границе, я приду, я все это починю, смотрите, вот что происходит Украина, Россия, там, да, вот Такер Калсон съездил в Россию, Путин сказал, что он хочет перемирия, что он хочет, это я уверен, Карлсон спросит у Путина, хотите ли вы перемирие, он скажет, да, конечно, мы уже давным-давно, ну, то же самое, что он говорит всем подряд, что я предлагаю, там, я все время предлагаю перемирие, я все время хочу садиться за свой перемирие, это он расскажет Такер Калсон, Такер Калсон, это по Fox News, Fox News, там, ну, я имею в виду, там, повторят там или как, и будут потом всем республиканцам здесь в Америке говорить, что, смотрите, Россия хочет помириться, А война происходит только потому, что мы поставляем оружие и деньги Украине, перестанем поставлять оружие и деньги Украине, война закончится, ну, то есть, это не очень хороший момент, что он туда едет, то есть, это показывает то, что я вам всегда говорил, оно будет сбываться, то есть, Трамп будет четко на противоукраинской стороне идти, если хотите послушать другую точку зрения, пойдите, посмотрите на Гэри Табаха, этот дурачок, он всегда расскажет, какой Трамп хороший, и как это вы все не так поняли, и почему Такер Калсон, и его поездка в Россию, это вообще очень хорошо, и т.д., и т.п., ну, то ладно, я у меня с ним давние, ну, как давние, просто знаю, что он, он или сильно дурной, и не понимает, что он делает, поддержкой Трампа там, и в то же время пытаясь поддерживать Украину, или он просто делает это специально, и у него намного более злобные какие-то мысли по этому поводу, ну, а так, вот, посмотрим интервью, может, даже его как-нибудь анализируем на стриме, или как-то так, ну, я примерно знаю, что там будет, я уже примерно, ну, это как выборы в России, то есть, мы уже знаем, как там это все будет, и также интервью с Путиным, у Такера Калсона, тем более, что Маргарита Симоньяна там все организовывала, как вы думаете, там будут какие-то кажется, я знаю, вопрос, Ладно, до следующего видео, следующее видео будет гитарным, я почти, я почти в этом уверен